В честь юбилея Достоевского 200 лет я буду читать его психологический роман «Идиот». Отрывок из него. «Насчет жизни в тюрьме можно еще и не согласиться», — сказал князь. «Я слышал один рассказ человека, который просидел в тюрьме лет 12. Это был один из больных у моего профессора и лечился. У него были припадки, он был иногда беспокоен, плакал и даже пытался раз убить себя. Жизнь его в тюрьме была очень грустная, уверяю вас, но уж, конечно, не копеечная. А все знакомство у него было с пауком, да, с деревенцем, что под окном вырос. Но я вам лучше расскажу про другую мою встречу прошлого года с одним человеком. Тут одно обстоятельство очень странное было. Странное тем, собственно, что случай такой очень редко бывает. Этот человек был разведен. Вместе с другими на эшафот и ему прочитан был приговор с местной казни расстреляния за политическое преступление. Минут через 20 прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания. Но, однако же, в промежутке между двумя приговорами 20 минут или, по крайней мере, четверть часа он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. Мне ужасно хотелось слушать, когда он иногда припоминал свои тогдашние впечатления, и я несколько раз начинал его вновь расспрашивать. Он помнил все с необыкновенной ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. В шагах в 20-ти от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько человек. Троих первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм, а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было оружие. Затем против каждого столба выстроились команды из нескольких солдат. Мой знакомый стоял восьмым по очереди. Стало быть, ему приходилось идти к столбам в третью очередь. Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще нечего и думать о последнем мгновении. Так что он еще распоряжения разные сделал. Рассчитал время, чтобы проситься с товарищами. На это его положил минуты две. Потом две минуты он еще прожил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он очень хорошо помнил, что сделал именно эти три распоряжения и именно так рассчитал. Он умирал в двадцати семи лет. Здоровый и сильный. Прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он просился с товарищами, настали те две минуты, которые он считал, чтобы думать про себя. Он знал заранее, о чем он будет думать. Ему все хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот как же это так? Он теперь есть и живет. А через три минуты будет уже нечто. Кто-то или что-то. Так кто же? Где же? Все это он думал в эти две минуты решить. Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавший. Оторваться не мог от лучей. Ему казалось, что эти лучи — его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними. Неизвестность и отращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны. Но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль, что если бы не умирать, что если бы воротить жизнь, какая бесконечность! И все это было мое. Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отчитывал, уж ничего бы даром не истратил. Он говорил, что эта мысль у него, наконец, в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поскорее застрелили. Ему сказали, что самое страшное — это когда человека убивают. Вот прям момент убийства. Когда человек, например, вешается или его убивают. Но он говорит, что это не так, потому что во время того, когда человека убивают, например, отвезли человека в лес, допустим, и скоро его убьют, но в человеке до сих пор живет надежда, что его отпустят. Поэтому человек живет этой надеждой и не так думает о смерти. А в тот момент, когда человек уже стоит перед виселицей и понимает, что все — это последнее мгновение в его жизни, вот тогда наступает именно тот страх, о котором говорит князь Мышкин. О тех чувствах, которые показываются на лице человека во время того, как он понимает, что всё, это конец. Назад не будет дороги. А в том отрывке, который я прочитала, человек испытал эти эмоции, вот он скоро умрёт, но его помиловали. Его заснули такие эмоции, которые он никогда в жизни бы передать не смог. То есть вот он умрёт, всё, уже конец. Он думает о самом сокровенном, но тут помилование. Поэтому вот это самое страшное. Вот эти последние минуты жизни, а не тот самый момент, когда человека убивают.